Давайте я вам покажу, что боты в DCS летают как импотенты. Я для вас приготовил тут такую миссию. У нас, соответственно, F-14A с баками, с ракетами. То есть такой полузагруженный самолет. Фениксов только не хватает. Ну и против нас вот два бота пустых. Сейчас будем вести с ними ближний воздушный бой. Это МИГ-29А и СУ-27. По стандартной загрузке 60% топлива. Как оно автоматически ставится. И мы сейчас с ними проведем один против двоих воздушный бой. И вы видите, что боты в DCS на пушках. Ну, короче, им нужно куда стремиться, скажем так. Да, потому что мы сейчас, по сути, на индюшке летим на такой. Вот. Против двух супер-Аэр... Двух советских Аэр-Супер-Речи-Файтерс, да? Самолетов за воевание превосходства в воздухе. Я бэкспейсом убираю наш РУС. Чтоб он нам не мешал. Включаем ITID. Включаем вооружение. И включаем пушку. И давайте посмотрим, что они с нами смогут сделать. Можем боту приказать защищать цель. Расстояние 5 миль до цели. Вот. Главное, скорость вхождения у нас не должна быть очень большая, да? То есть не надо влетать в бой на 600 узлов, иначе очень долго будет тормозить. F-14 не любит большие скорости в маневренном бою, поэтому... Потому что там и большая перегрузка, которая ему запрещена. Давайте сбросим скорость до 500 узлов и поехали крутиться. Даем форсаж. Все, я стараюсь сейчас сбросить скорость до 300 узлов. И, в принципе... Летать на максимально растопыренных крыльях. Поехали. Какого у вас... Первого вас будем сбивать, абсолютно неважно. У нас два на жопе. Ну, как бы, сейчас вы поймете, что, в принципе, в этом нет никаких проблем. Давайте Су-127, поскольку он более большая, сеть жирная. Хотя, в принципе, более маневренная должна быть, чем МиГ-29, особенно на малых скоростях. То есть у Су-29 должно быть преимущество. Ну, как мы видим, вот, идет перекрутка. Да, потому что я кручусь на скорости 300 узлов. Главное, особо ручку не перетягивать, но при этом и скорость не набирать. Потому что, если мы наберем скорость, самолет становится слабоуправляемый. Поэтому, вот, 270-330 это наш диапазон. Абсолютно комфортный там Кэт в этом диапазоне летает. Открываем огонь. Так, ну, Сушку, допустим, мы сбили, да? Я думаю, это можно засчитать, как сбитие. Давайте добьем его. Ну, у нас, видите, компьютер еще херово рассчитывает. Бронированный самолет. Видимо, из танковой брони, что ли. Как-то может дурять непонятно. Давайте дальше разворачиваемся. Ворачиваем. Ищем МиГ. Ищем МиГ. Так, где у нас там СПО? Вот он с нами сходится. И поехали с МиГом крутиться. Крутимся, 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 крутимся. Сейчас будем танцевать с МиГом. Танцевать с МиГом. Скорость у нас опять упалась. Мы, на самом деле, можем слушать нашего Рио. Потому что он нам постоянно рассказывает нашу скорость. Давайте опять наберем 300 узлов. Потому что я тут слишком сильно просел по скорости. Самолету неудобно так вот скорость маневрировать. И вот, видите, у нас 320 узлов. И вот это самая идеальная скорость. 330, 320. И поехали. Подтягивайте ручку на себя. Крутиться. Главное, крылья не складывать во время боя. Потому что если мы начнем складывать крылья, у там Кэта сразу проседает темп виража. То есть угловая скорость разворота. И мы начинаем всеразь всем. Главное летать вот так, в терстопыриных крыльях. Как какой-то самолет Zero, да? Я так можно сказать. Или Spitfire. Во-во-во, смотрите, видите, что происходит, да? Бот ничего не может нам сделать. Бот вообще ничего не может сделать. Я начинаю доворачивать до него. Поворачиваем дальше. Похуй с баками, с ракетами, блядь. Против пустого 29-го МиГа. Абсолютно насрано. Вот. Включаем боевой режим. Захват, вертикальное сканирование. Ой, в Там Кэта еще дерьмово. Дерьмовое. Достаточно радар для ближнего боя. Ну, в принципе, никаких проблем нет абсолютно. Вы видите, что боты просто днищи, да? Если надо, я трек могу в лыжи сохранить, чтобы вы посмотрели на это днище просто. Ну, и как... Что это такое? Ну, как можно против таких ботов тренироваться, а? По-моему, в Strike Fighters и в БМСе боты гораздо лучше летают, чем в ДК-те. К сожалению, пока что. Такие дела, ребята.